Микс Ньюс. Доброе утро, Олег Пекай, Евгений Шафранок и Евгений Копеин за звукорежиссёрским пультом. Программа «Личное утро». Вот традиция, по-моему, «Личного утра» была всегда у каких-то латвийских деятелей культуры, спорта, науки и так далее. И вот сегодня у нас в студии всё-таки, как в Википедии утверждает, российский режиссёр и актёр, и профессор, и заслуженные деятели Искусства Российской Федерации. Но художественный руководитель. Да, Сергей Анатольевич Голомазов. Здравствуйте, доброе утро. Художественный руководитель Рижского Павловского театра. Ну, наш уже, ну вот наш, можно сказать, человек. Да, вы наш Ильих, ну-ка, признавайтесь. Чей вы? Ну, ну, да, да. Такая политкорректность. Вы слышали, как Олег эфир вел? Вы слышали, сколько в нём артистизма? Возьмите на свою трупу. Мощь, 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 да. Олег, можно попасть в вашу трупу? Ну, давайте вот прочитаем басню в эфире, будет всё хорошо. До 30 лет, я знаю, ведь принимали вы сейчас, курс набирали. Ну, мы набирали не курс, мы набирали подготовительное отделение, а курс мы, дай бог, будем набирать в июне 2020 года. Молодые люди, ну, до 25, так, в общем. Почему такое ограничение по возрасту? Может быть, я бы хотела... Эйджизм. Эйджизм, да, может, я бы хочу свою жизнь изменить, выйти на сцену, могу? Я не хочу вас расстраивать, но девушки вообще, по-моему, до 22. Я не ошибаюсь. То есть, сразу видно, что мы не 22, да? Это как бы тот момент, когда ты утром выглядишь не очень хорошо. Ну, в этом есть ряд обстоятельств и ограничений, в общем, вполне практических, потому что... Не, ну, бывают исключения, когда можно взять молодого человека, уже достаточно зрелого, и за 25, и юношу, и девушку. Всё это, на самом деле, относительно. Я вообще с минуты рекламы, например, молодые забеременеют, идут в декрет, а я нет. Я уже свою программу максимум выполнила. А? Каково? Хорошо, договорились. Отлично. Вот, я отработала. А это будут, я понимаю, свежая кровь для театра именно готовиться? Ну, вы понимаете, конечно, я где-то там за скобками мы будем иметь в виду русскую драму, но вообще-то это будет обычный курс, бюджетный, где будут учиться молодые люди Латвии, не только Латвии. Разумеется, я как-то сознательно, наверное, буду ориентировать его для русского театра, но вовсе не обязательно. То есть там могут учиться все, кто хочет посвятить себя профессии актёра, вот, поэтому... А получается, что, закончив этот курс, можно будет предлагать себя даже и в российские, там, например, театры? Да, можно и в российские, и куда угодно, в европейские. Ну, качество образования я постараюсь как-то гарантировать профессионально. Вы же ГИТИСи преподавали долгие годы. Да, долгие годы, заканчивал его. Я напоминаю, что у нас сегодня в эфире художественный руководитель русского Рижского театра имени Чехова Сергей Голомазов. Телефоны прямого эфира 6721-2939, 6721-3939, номер WhatsApp 2300-6191. Звоните, задавайте свои вопросы. Господин Голомазов, после Москвы вам здесь не скучно? Нет. Не хочется вот этой вот невероятной движухи жизни, пробок, конечно, но и культурная жизнь в Москве совершенно другая. Другой ритм жизни. Другой ритм, другой масштаб. Я в Москве ехал как-то раз на работу, и на проспекте Вернадского висел такой большой-большой баннер, и там было зафиксировано такое словосочетание «центр там, где я». Вот, поэтому мне кажется, что движуха, ощущение того, что ты там вне какой-то активной жизни, или еще какие-то странные сторонние ощущения, они все в голове. У меня вообще Рига удивительно театральный город, и нету этого ощущения, что я уехал куда-то из Москвы. Я вот, кстати, по поводу стоимости билетов хотела спросить. Для меня было большим удивлением и открытием, когда я посмотрела стоимость билета в Московский театр. Там, правда, был очень звездный состав. Ну да. Там и Литвиновый, и Хабенский, в общем, там все-все-все вместе. А в Кунае-то туда приезжало, вот. Я сразу подумала, надо идти, и я увидела, что самый дешевый билет стоит 70 евро, а самый дорогой, вот, где-то на первых местах, 350. И я подумала, что когда к нам приезжают, соответственно, гостить любые театры, и здесь подаются билеты по 70 евро, и все-таки, ах, это дорого. Ребята, это недорого. Вот на ваш взгляд, почему такие цены действительно для них были? Или просто Москва такой город, где это просто могут себе позволить? Если вас интересует мое мнение относительно вот тех цифр, которые вы назвали, я могу сказать только одну фразу, это разврат. Это абсолютный финансовый разврат, потому что билет в театр, стоящий 350 евро, это просто, ну, такой бандитизм среди бела дня. Ну, даже в прекраснейшие, ну, наилучшие, там, я не знаю, в Дойче театр, в Германии, по-моему, самый дорогой билет, если я не ошибаюсь, по-моему, 40-50 евро. Это самый дорогой билет на премьерный спектакль. Ну, если это, конечно, не касается какого-то очень дорогого, высокотехнологичного американского мюзикла, но это отдельная история. Но билет в драматический театр, как вы говорите, 350 евро? Ну, это, я не знаю, что можно сказать по этому поводу, но это только, видимо, такая вот чванливая, как бы богатенькая Москва может позволить себе такой грабеж зрителей. По-моему, это неприемлемо и оскорбительно. А почему грабеж? Москва – город богатый, количество людей с деньгами там, ну, просто мега сконцентрировано, поэтому для них это вполне, может быть, и нормальная цена, нет? Или все-таки театр должен быть максимально доступен? Нет, дело не в этом. Дело в том, что театр – это все-таки просветительское учреждение. Театр должен быть доступен для самых широких слоев, как мне кажется, публики. Театр, русский театр, русский психологический театр, он по традиции своей, по прекрасной гуманной традиции, он должен быть демократическим и общедоступным. Если билет стоит 350, то я могу сказать только одно, что продюсер этого спектакля – рвач. Больше ничего я не могу сказать, это мое такое совершенно принципиальное убеждение. Я понимаю, что вы зарабатываете бабки и рубите бабло, но надо совесть иметь. А вот вы сказали широкие слои, для широких слоев. Вот где эта грань? Ведь очень многие привозят, нам показывают антрепризы, такие достаточно дешевые варианты бюджетные с юмором, шутками ниже пояса, которые собирают залы при этом. И вроде бы это, как говорят, для широких слоев. В театре дайлось, но вот сейчас был даже конфликт на том, что актеры театра были возмущены тем, что театр уходит больше в такой ширпотреб, не давая возможности актерам раскрыться. В бульвар? Ну, да, вот там какие-то очень женатые такси, какие-то такие антрепризные спектакли идут. И вот актеры даже возмутились, там, по-моему, в руководстве сейчас произошли изменения. Но это отдельная тема, просто вот где вот эта грань? Вы-то говорите, с одной стороны, для широких масс, но кто-то скажет, ну, давайте играть вот такой ширпотреб. Ну, каждый художник, каждый создатель спектакля, мне кажется, каждый продюсер или руководитель театра, или актер, но он сам для себя определяет эту грань. Вы говорите, где эта грань? Ну, я так понимаю, что это как бы зависит, наверное, от какой-то очень правильной художественной позиции театральных людей, которые должны понимать, что театр все-таки ставит перед собой, помимо такого откровенного, если касаемо антреприза, зарабатывания денег, еще какие-то художественные задачи. Если такого рода художественные задачи стоят, ну, я думаю, что тогда эти люди понимают и чувствуют эту грань. Что касается моего отношения к антрепризам, ну, театр, наверное, разный может быть. Ходят люди в массе своей смотреть на антрепризы на двух стульях с участием каких-то популярных киноперсонажей. Ну, это было всегда, ну, как вам сказать, какие-то ток-шоу совершенно малосодержательные, очень популярные. Простите, а Медея два стула, который идет в вашем театре? Когда я говорю два стула, я, конечно, это несколько такое собирательное начало в моем представлении о драматическом искусстве. Там в Медея не только два стула, там еще как бы и станок. Но это скорее не бедность театральная, не скупость и не примитивность. В транспортировке это скорее такой театральный минимализм. Поэтому Медея, на мой взгляд, тут не совсем при чем. Поэтому где-то крайне, ну, наверное, каждый сам для себя это определяет, на мой взгляд. А ты еще нужно отличить минимализм от скупости, понимаешь? Все зависит от пиар-компании. Минимализм от бедности и от продюсерской жадности. Ну, вот я хочу к вашим постановкам перейти. Например, любить прямо вообще и эскалаторы, и там, бог знает, чего-то на сцене такое. Это любить, нет, почти счастье. Ой, почти счастье, да, да. Ну, да. Ну, понимаете, все-таки зритель, приходящий в театр, должен видеть на сцене, ну, какой-то придуманный художниками, режиссером, театром мир. Это очень важно. Дело не в том, что там на сцене должно быть видны количество евро, которые были потрачены на оформление или там на гонорар художника-постановщика. Не в этом дело. А в том, что пространство обладает своей магией, и его надо как-то чем-то наполнить, его надо как-то обжить, его надо как-то придумать. Вот. Поэтому, ну, могут быть эскалаторы. Можно сделать там, я не знаю, какую-то минималистическую историю, как в Медеи, скажем. Вот. Это будет оформление. А можно все завалить на сцене. Будет полное ощущение пустоты и бедности. А вот по поводу евро. Вот сколько стоит такая вот постановка? С эскалаторами, со всеми делами. Вот люди же приходят, они просто покупают билеты. Они ведь не задумываются о том, что... И они видят мастерство, например, актеров. И они очень редко задумываются о том, сколько вообще вложено. В декорации, в общий антураж. Костюмы. Костюмы, да. Вот если взять вот эту постановку с эскалаторами, с костюмами, со всеми делами. Вот сколько она стоит? Сколько надо вложить, чтобы она вышла на сцену? Я думаю, что там, если говорить, как сейчас говорят, от, ну, от 40 тысяч евро и выше. Ну, где-то от 40 до 80 в Москве, я так думаю, что начиная от 3 миллионов рублей, 3, 5, 7, 10, это уже дорого. А вы еще считаете, все вот в рублях, вот какие, живя уже в Латвии... 42 тысячи евро, 3 миллиона. Ну, дело в том, что это, как бы, мои постоянные диалоги и разговоры с директором, поэтому эти цифры у меня сфотографировались в памяти. Я знаю, что в среднем спектакль в Москве, в драматическом театре, репертуарном, который, так сказать, там, что-то зарабатывает или какие-то деньги от государства получает, средняя стоимость спектакля, там, 5 миллионов. Это вместе, как бы, ну, учитывая гонорары, можно без гонораров, а здесь от 40 тысяч евро. Ну, Дана Юрьевна, это дает или говорит, там, боже, да вы с ума сошли, там, все-таки, на танту лишь. 5 миллионов все-таки не евро, а рублей, это 70 тысяч евро. Я все сижу, перевожу. Может быть, сам эскалатор там всю уберем, не потянем мы такую роскошь? Ну, всякого рода разговоры бывают, безусловно, мы обсуждаем все, это дорого, это можем себе позволить. Нормальные рабочие процессы, ну, как космический корабль, когда запускают, инженеры там между собой спорят, конструкторы, заказчики. А вот это, нет, давайте это уберем, это дорого, не поднимется, надо массу увеличивать, а у нас нету для этого жесткости. Ну, и так вот здесь примерно то же самое. Как трупа восприняла ваш приход? Потому что, может быть, внутри где-то они думали, вот, может быть, кого-то из нас их бы поставили, а вы приезжие, вот, как у вас с ними складывались отношения? Ну, я же давно сотрудничаю с русской драмой, с 93-го, по-моему, да, поэтому я всех знаю, меня все знают, и потом я, перед тем, как появиться тут в качестве художественного руководителя, или выпустил, ну, таких достаточно два, в общем, успешных проекта, и «Легенда о пианисте», и «Почти счастье», вот, поэтому, ну, в общем, как-то мой приход был достаточно органично. У меня, как бы, роман с этим театром, он много-много-много лет, там, я не знаю. Первая постановка, по-моему, ваша была, да? 93-й, что ли, или 92-й, да, и, в общем, я уже здесь, на этой сцене поставил свой первый самостоятельный спектакль, как режиссер-постановщик. Ну, мне было тогда 32, что ли. Вы волнуетесь перед премьерой, или вы уже знаете нашу публику, знаете, как она отреагирует, и такого именно сильного волнения нет? Как тревожность, может, какая-то? Ну, я даже не назвал бы это тревожностью или волнением, это какой-то такой психоз премьерный. А в чем он выражается? Психоз? Бегаете по коридорам, что, кричите на актеров. Ну, сейчас я уже не бегаю, это как-то моложе, я там что-то бегал, мог на кого-то сорваться, нет. Ну, это, наверное, откуда-то произрастает из недр наших страхов, опасность быть глупым, там, не знаю, неталантливым, ну и так далее. Это откуда-то отсюда растет, это что-то такое очень... Вы боитесь показаться глупым? Ну, да, есть такое, да. Глупым, нелепым, неталантливым, неуместным, бездарным, ну, некрасивым. Ну, это же обычно для человека, как бы, чего-то такого. Все-то, наверное, живут в этом, это естественно. Кстати, мы зачастую выбираем, ведь, очень часто себе профессию для того, чтобы как раз с этими глупостями справиться. Выходит постановка, и вам аплодируют, стоя, овации. Есть такое, сидите, себя гладите. Айда, Сережа, айда, молодец. У меня есть проблемы, я человек, в общем, тщеславный, но совсем чуть-чуть. Меня как-то вот любовь публики, внимание со стороны зрительного зала вот вообще не трогают, правда. Я к этому отношусь совершенно спокойно. Мне важно справиться с теми химерами, там, скажем, с теми барьерами, там, с теми вызовами, которые мне бросает, как бы, которые я бросаю себе сам. То есть, если зал встанет и уйдет, или зал останется и будет аплодировать стоя, вы все будете чувствовать одинаково, если постановка вам лично нравится, нет? Нет, во-первых, мне никогда лично не нравятся мои собственные работы, я их терпеть не могу. Никогда не смотрю и не хасаю. Нет, ну, в зал не может встать и уйти, но это невозможно просто потому, что… Мы же закрываем двери, туда они уйдут. Ну, там же мы закрываем двери, да. Ну, туда все-таки вложено, как бы, качество. Ну, как, машина не может не поехать, мы все-таки инженеры-то работали, колесо-то все-таки придумали, шумеры, поэтому с горки-то да покатятся, куда ждется-то. Вот, поэтому… Но реакция публики для вас важна? Нет, она мне, безусловно, важна, потому что это во многом, ну, как бы, доказывает правильность того, что мы сделали, это, конечно, так. Если нет диалога со зрителем, если нет диалога с публикой, безусловно, это очень важно, но это вопросы, как бы, ремесленного толка, это не вопросы, там, я не знаю, тщеславия или желания себя погладить в тот момент, когда ты становишься свидетелем того, что твой спектакль принимается публикой. Это немножко разные вещи все-таки, на мой взгляд. Есть вопросы ремесленные, вопросы психологические, а есть вопросы, ну, как бы, там, самолюбиво-тщеславного порядка. Это немножко, с моей точки зрения, разные вещи. Вот то, что, например, вот где вы запланировали, что публика должна смеяться, или, наоборот, вот этот момент, вот когда муха должна пролететь, вот слышно должно быть жужжание. Вот это вот следите, что вот если что-то там кто-то, ну… Нет, это, безусловно, это там ритмические качества спектакля, это вопрос ремесла, должна быть пауза. На паузах, там, надо сказать, актрисе, вот здесь пауза, 4 секунды. И, в общем, если все будет правильно, тут будут аплодисменты. И если так получается, то, слава богу. А не обидно, кстати, что, ну, по крайней мере, у нас, мне так кажется, что актеры, которые выходят на сцену, они как раз узнаваемые публикой, любимые, нелюбимые, неважно, да, они вызывают какие-то эмоции. А художественный руководитель, он, как правило, немножко в тени всегда остается, потому что он чуть-чуть меньше виден, он меньше, там, слышен и так далее, за исключением, вот выше, там, происходит премьера, да, художественный руководитель выходит к прессе, что-то говорит, а уж прочитает или не прочитает, это другой вопрос. Вот не обидно быть все время в тени, не хочется выйти на сцену, чтобы вот тоже быть звездой, чтобы автографы брали, узнавали. Говорят, Сергей, Сергей, это же вы, вот здесь распишитесь. Вы знаете... Какой-то печальный вздох здесь. Не, ну мне, правда, внимание со стороны театральной критики, конечно, важно, просто в силу того, что пишут о театре, мне важно, чтобы пропагандировали и говорили о театре, как бы настоятельный интерес к собственным... Я знаю режиссёров, которые погибать начинают как актёрки, если к ним недостаточное количество внимания со стороны... Например, кто? Если позвольте, я не буду переходить на персонали, это достаточно распространённый... Не будем говорить, что это Михалков, ну ладно, да? Это достаточно распространённый тип в художественном мире. В тот момент, когда они начинают чувствовать, что к ним ослабевает интерес со стороны прессы, публики, общественности, зрителя, тогда они обращаются к помощи, значит, каких-то пиарщиков, которые устраивают вокруг их имени какой-то там, я не знаю, художественный, антихудожественный, общественно-политический, сексуальный скандал, и сразу к ним, значит, начинает расти интерес публики, и вот они чувствуют себя... Ну, например, Женись Банасовченко. Ну, условно говоря, я не хочу... Мы без имён, мы просто о событиях. Я, кстати, никого не имею в виду лично. Да. Я, извините, мне кажется, такая позиция... Мне кажется, это неприлично. Ну, мне кажется, это неприлично. Когда это актриса или актёр, или какая-то, так сказать, там фигура в поп-культуре... Ну, ладно, понимаю, свои правила игры. Когда в это начинает играть интеллектуал, человек, чья, как бы, стезя основана на мысли, на смыслах, на каком-то всё-таки на попытке серьёзно разговаривать с публикой, со зрительным залом заниматься... Ну, я не знаю, у меня есть ощущение чего-то неприличного. Ну, мне кажется, мужчина, интеллектуал, философ не должен заниматься такого рода жизнью. Ну, вот среди нашего брата это, к сожалению, достаточно популярно. Ну, бог с ним. В конце концов, каждый выбирает для себя то, что хочет. Мне это уже неинтересно, правда. Вот я вам скажу честно. Вся вот эта вот возня. Мы сейчас приобрём сегодня небольшую паузу, после чего продолжим наш эфир и встречу с гостем. Продолжается личное утро. Я напомню, что сегодня в нашей студии художественный руководитель Рижского русского театра имени Михаила Чехова, режиссёр, актёр, профессор, заслуженный деятель Искусств Российской Федерации Сергей Анатольевич Коломазов. И, в принципе-то, чтобы не забыть-то там самое главное, что в ближайшее время готовится в театре, какие планы, какие постановки. Ваши творческие планы, Сергей. Чего ждать нам? Ну, это скорее и мои, и театра в целом. Мы 13 декабря сыграем такой необычный для театра формат. Это будет что-то вроде премьеры. Называется «Рождественский концерт». А почему что-то вроде? Ну, это для меня что-то такое необычное. Это вроде бы не драматический спектакль в том виде, в котором я привык видеть то, что происходит на сцене. Это такое музыкальное сочинение под названием «Рейс 2019-2020». Это будет рождественский концерт, который вот такого формата ещё не было в репертуаре русской драмы. Мы где-то час двадцать будем петь, только петь, говорить практически не будем. Вот это ближайшее, значит, мероприятие, поэтому приходите. Мы будем в декабре, в январе играть практически каждый день. Ну, и посмотрим, как это в нашем мире. А песни какие будут? Самые разные. Там история заключается в том, что люди куда-то, ну, те, кто в зрительном зале сидит, то есть это обычные люди, как бы наши с вами знакомые, которые сидели в аэропорту вот в эту рождественскую ночь, вечер, и случилось так, что налетела метель, все там застряли, все рейсы отменили, ну, а в рождественскую ночь, как известно, происходят всякого рода чудеса, и у каждого из нас есть мечта, там, не знаю, запеть, станцевать или что-то такое. Ну, и стали вот происходить чудеса, и все, значит, как ошалело и запели. У всех появился голос, и у каждого появилась возможность, ну, каким-то образом, вот эту свою мечту воплотить. Ну, в общем, такое вот прекрасное рождественское караоке. А как вообще актеры восприняли, то есть для них это был вызов петь на сцене? Ну, я знаю, что «Я Эдмон Дантес» мюзикл идет, там… Вы знаете, я в прошлом году, я как бы знал, что русская драма – это театр, который, в общем, хорошо и охотно готов петь. Вот, ну, многие коллективы драматические там готовы петь, все мне от себя певцами. Но я в прошлом году сделал такое вот открытие, что это хорошо поющий коллектив. Там просто прекрасные голоса, они профессионально поют, особенно актрисы, и там некоторые юноши, и индивидуально каждый как бы тянутся и хорошо владеют этим жанром. Поэтому и они с такой как бы охотой это делают, с какой-то прям таким голодом и жадностью. Вот, и я бросил клич после того, как мы решили это делать, все стали приносить какие-то свои идеи. Поэтому это международный аэропорт, там и выходцы с Украины, из России, Латвия, Германия, Польша, Италия, Франция, ну, естественно, Британия, Америка. Поэтому там международная такая интернациональная компания, все, в общем, как ошалелые поют, поэтому полтора часа… Зритель подпевать может? Еще как, я даже думаю, что… В тот момент, когда четвертая стена рушится. Конечно, конечно. Потом Влад Наставшев у нас будет выпускать такую современную драму, называется «Пять песен по памяти». Вот такое название. Эта группа современных авторов написала. Это такое современное, немножко абсурдистское сочинение. А потом Геннадий Тростенецкий будет выпускать драматическую историю, что-то прямо противоположное нашему рождественскому концерту. Это будет такое сочинение режиссерское по мотивам романа Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». Дальше я, видимо, буду работать над пьесой Артура Миллера «Инцидент в виши». Ну, вот какая-то такая. Какие-то такие у нас планы на этот сезон. А сколько премьер, в принципе, нужно для театра, чтобы, с одной стороны, оставить, сохранить в репертуаре какие-то хиты, чтобы для них было место, и в то же время, чтобы публику подогревать новинками? Ну, пять. Пять. Для Москвы это, конечно, сезон. Сезон. От сентября и заканчивая условным маем. Вот в этот период, даже от августа до мая, вот пять. Лучше шесть. Ну, в общем, от четырех до шести. Четыре минимум. Вот. Для Москвы это много. Это я сейчас говорю про большую сцену. Это я как бы без учета там всякого рода форматов малых сцен, экспериментальных и так далее. Вместе с ними, я думаю, что где-то в районе семи, восьми, девяти. Это уже там такие тонкости. Вот. Меньше этого сложнее. Для Москвы это очень много, для Риги это нормально, потому что город, как бы население города небольшое, все быстро все просматривают. И если иной спектакль держится в репертуаре там больше пяти-семи лет, ну, это что-то невероятное. Я читал ваше интервью Тасовское, где вы, в принципе, говорите, что вы ориентируетесь не только на латвийского зрителя, ваша сверхзадача привлечь что-таки и зрителей и за рубежа, но и именно латышского зрителя тоже. Я хочу, как бы, вообще театралов привлечь, театральную публику и театрального зрителя. И у нас, вроде бы, вот начиная сейчас с Канкуна, мы там стали на отдельной, так сказать, там, площадке продавать эти билеты, вот, и у нас, вроде бы, это стало получаться. Потому что и статистически видно, что пошла вот не только такая русскоязычная, русскоговорящая публика, которая, да, это такая ориентированная на этот театр, вообще пошла как бы латышская публика, пошла самая разная публика. То есть те, кто раньше предпочитали нам другие театры, вроде бы двинулись к нам. А в идеале бы, конечно, если бы пошли еще и те, кто, в принципе, не ходил в театр. Вот, поэтому для меня это, ну, вот, вопрос принципиальный, и мы будем на эту тему работать. А какой должен быть репертуар, чтобы вот, ну, зацепить? То есть он должен быть, очевидно, разным, да? То есть и мюзиклы, и драмы, и комедии. Как вот этот баланс? На что идут люди? Да черт его знает, это такой вопрос-то сложный. Ну, мы в этом сезоне, во второй половине сезона, как бы развернемся немножко чуть-чуть в другую сторону, и отойдем от таких вот, ну, популярных жанров, пьес и темы. И после Канкуна, и после Графа Монте-Кристо, предложим, и после Рождественского концерта, все-таки предложим такое достаточно сложное меню, связанное и с песнями по памяти, и с братьями Карамазовым, и с драматургией Миллера. Вот я хочу посмотреть, как, возможно ли, в принципе, вот разговор на какие-то серьезные темы, и разговор не с тремя человеками, сидящими в портере, а все-таки со всем зрительным залом. Ну, посмотрим. Посмотрим. Это своего рода такой эксперимент. Я специально как-то решил повернуть репертуар вот в сторону таких, ну, как бы непростых смыслов, и гражданских, и философских, и театральных, вот, потому что это все не, как сказать, не антреприза далеко. Вот, посмотрим, как зритель поведет себя, и каким образом он, в какие отношения он с нами вступит. Вообще, скажем, ваша должность – это сочетание творческой деятельности и организационных способностей. Это надо как-то вот все, как-то сложить, и все это сложить гармонично. Вы отдыхаетесь, бывает такое, что, ну, вот руки опускаются, хочется все бросить, и вообще, пусть оно там само как-нибудь ставится. Слушайте, театр – это вообще место постоянного стресса. Если в театре что-нибудь не случилось, это значит, театр закрыли. Ты приходишь в театр, тебе сразу говорят, какие проблемы, и очень часто эти проблемы, конечно, выбивают из колеи. Все время что-то происходит, кто-то заболевает, у кого-то что-то происходит, не успевают поставить оформление, там, я не знаю, актер опоздал на полтора часа, не заметил, что у него сегодня репетиция, все летит, кто-то застрял в пробке, кто-то заболел, у кого-то температура, кто-то, в принципе, в плохом настроении, что бывает. А есть такое, да они готовы сегодня играть, завтра? Нет, ну такого не бывает, это невозможно, за это выгоняют. А вы человечный худрук? Такой вот добрый полицейский или злой? Ну, вы знаете, со мной можно общаться, со мной можно поговорить, я не фашист, но если я понимаю, что меня обманывают, если я понимаю, что со мной хитрят, если я понимаю, что меня держат за дурака, я могу быть очень строгий. А мы выясняли, что вы боитесь быть дураком, да? Я боюсь быть дураком, если я понимаю, что со мной хитрят, вот, и просто откровенно, так сказать, там, паразитируют на каких-то моих, в общем, достаточно толерантных, зачастую, качествах, я могу ударить. А как вы это выясняете? Они же все актеры, они пришли, сыграли роль. Вы знаете, как сказал один персонаж одной очень известной пьесы, достигается ежедневными тренировками. Ну, не знаю я, но когда ты все время работаешь с человеком, когда ты все время видишь и становишься там свидетелем его моторики, его оценок в тех или иных обстоятельствах, то, как бы, психологическая картина человеческой природы, она упаковывается в какие-то модели человеческие. Вот у меня существует, как бы, там, два десятки человеческих моделей, я с человеком общаюсь, я понимаю, что вот в тех или иных ситуациях он может повести себя, ну, так или так. Я не знаю, может быть, это связано с опытом, хотя я не профессиональный психолог, и не психоаналитик, и не психотерапевт, но, как бы, там, какие-то вещи чувствую сразу, на какие-то я, конечно, нарываюсь неожиданно для себя. Ну, когда все время работаешь с человеком, ну, чуть-чуть начинаешь где-то что-то в чем-то разбираться, хотя тоже все время ошибаюсь. Можно дилетантский вопрос? Вот мы ведь совершенно не знаем, как происходят репетиции, сколько работают ли там актеры, работают ли они на износ, или они на два часа в день приходят. Вот обычный рабочий день художественного руководителя нашего театра. Вот сколько начинается? Это как-то нормировано, не нормировано? Или пришли, остались там 12 часов, планировали на 2, остались на 8? Стою в 7.30, вот, с ужасом вспоминаю, что мне надо ехать на радио, значит, к 9 утра. Приезжаю к вам, значит, ну вот в 10, я так понимаю, мы закончим, после этого я сяду в машину и вот поеду в театр. Где-то с полдесятого до 11 у меня будет время понять, чем я занимаюсь сегодня, спланирую там, допланирую сегодняшний день. В 11 у меня репетиция, с 11 до 3 у меня репетиция, потом раз, два, три, четыре встреча, потом вечером начинается спектакль и уже 7 часов. Ну вот так вот и идет день. Потом надо будет встретиться с директором, потом надо будет встретиться с завпостом, потом надо будет встретиться с завтруппой, потом надо будет встретиться еще с кем-то, с режиссером. Туда полчаса, сюда полчаса. Честно говоря, даже нет времени почитать. Но это каждый день так или это когда сезон? Нет, ну это каждый день. А как? Ну там же все время что-то происходит, делается оформление, а вот мы не можем это, а что нужно этого? А вам нужны медведи? а какие медведи приходят, а лонжа нужна, мне нужно, чтобы артист влетел на полтора метра на сцену, а вот у нас цирк закрыли, лонжа найти не можем, осталось только у пожарных, или там у этих самых, у тех, кто красит крышу, вот у них такая лонжа, но они не продают, они дают на прокат, ну давайте же... А дают на прокат? Дают, ну они дают на прокат, значит, надо с ними... Берем, берем, мы сегодня будем артиста одевать, давайте, значит, в два часа вешаем артиста на сцене. Берем, берем артиста на сцене. Итак, у нас сегодня в гостях, что-то руководитель нашего театра. Ну, надо посмотреть, как он будет висеть. Сергей Голомазов. Идет такая... А смотрите вот свои спектакли, ну то есть я имею в виду, что не пошло ли что-то на перекат. Через бой. Ну как, вот там через, да, ну актеры там не ускорили ли темп там. Я все вспоминаю мемуары Смехова, когда ему нужно было улетать на съемки трех мушкетеров, трех мушкетеров, да, он нам говорил, я уговорил, вот чуть-чуть ускорить темп, чтобы я успел на самолет. Конечно, мы не говорили там любимому, он бы нас убил за это. Вот они ускоряли так, чтобы на 10 минут спектакль раньше закончился. У меня был другой случай, мы играли спектакль «Горбун» в театре Маяковского, это был 93-й год в Москве, там были эти события известные, когда стреляли, и в Москве был объявлен комендантский час, и нам спектакль, который шел 3 часа, надо было сыграть за 2, чтобы зрители успели на метро и как бы уехали из центра города, уложившись в комендантский час. Мы на ходу сокращали спектакль, гнали, как сумасшедшие успели, на час мы сократили, это был лучший спектакль, который я помню. Такой динамики московские зрители еще не взяли. Мы просто летели как сумасшедшие. Нет, я... Режиссеры делятся на несколько тоже типов, чтобы мы понимали. Есть вот такие дотошные буквоеды, которые смотрят каждый спектакль под карандаш, после спектакля собирают актеров, вот к ужасу для актеров, значит, делают им замечания еще полтора часа. Это такой идеальный режиссер. Это не вы? Нет, я не принадлежу к числу этих режиссеров. Мне очень трудно смотреть свои спектакли. Поначалу я смотрю и какие-то... Я знаю, что там есть какие-то смысловые проблемы иногда, темпоритмические проблемы, за которыми надо следить. Я как бы их слушаю или смотрю, контролирую. Но, в принципе, мне сложно смотреть собственные спектакли, потому что я, к сожалению, вижу одни недостатки, и просмотр спектакля просто превращается в невыносимую пытку. Я знаю, вот поверьте, я знаю, что таких, как я, девять десятых. Режиссеры вообще не любят смотреть свои спектакли. Многие актеры не любят смотреть свои фильмы, и режиссеры, в конце концов, тоже. Вот. Ну, не знаю, наверное, это нормально. Ну, как писатели не выносят читать свои романы. А радиоведущие не любят слушать запись своих интервью. Да, кстати, но вообще, на самом деле, тоже, это же ведь возможность, как раз в отличие от кинорежиссёра, у которого уже в конечном, финальном варианте картины, которая вышла в прокат, уже ничего нельзя поменять. То в вашем случае вы, может быть, умная из серии «Как жена потом», то есть вы там переспали с этой мыслью, встали «Надо здесь...» и поменяли. И спектакль идёт дальше, с небольшой коррекцией. Вы понимаете, что дело в том, что когда идёт спектакль, его же контролирует очень много людей. Местами или частями контролирует сам режиссёр. Значит, помощник режиссёра, сами актёры. Потом два или три заинтересованных в том, чтобы спектакль шёл хорошо, персонажа в театре, я не знаю, но если не директор из «Автруппы», то кто-то, так сказать, из цехов. Поэтому, если что-то не так... Сергей Анатольевич, вы знаете, там в финале, по-моему, что-то подрастянули финал. Вы не могли бы... Мне тоже становится известно. Поэтому я уже на следующем спектакле знаю, что вот здесь есть проблема, что спектакль затянули на шесть минут. Я, во-первых, разговариваю на эту тему с артистом аккуратно, корректно, мягко. А потом смотрю сам, естественно, какие-то проблемные куски. Поэтому хороший помощник режиссёра всегда держит спектакль под контролем. Потом у нас есть такие специальные листы, называется «Отчёт о спектакле». И если что-то происходит, это тут же как бы лежит у меня на столе. И если там что-то криминальное, мы собираем цеха и... А криминальное что, например, может быть? Актёр пьяный вышел или, не знаю, декорацию забыли. Актёр пьяный... Бух с ним! Нет, нет. Котик вышел на сцену вдруг внезапно. То есть что такое криминальное в вашем понимании? Ну, условно говоря, котики ведь тоже были, а артисты пьяные. Ну, не в этом театре, а в принципе... В смысле котики? Ну, вот... Кошка вышла на сцену. Ну, вышла на сцену, внезапно выбежала на сцену, в зал весь там, вау! Котики! На котике это вообще хайповая тема. Коты выходили, при мне коты выходили три раза на сцену. И в моём спектакле коты выходили. Это всё прекрасно. Ну, я не знаю, но что-то... Какая-то проблема с оформлением, какая-то проблема со светом, может быть. Нарушена партитура звуковая. То есть там же работает как бы... Это же целая команда, понимаете? Там кто-то забыл текст. Ну, это ладно. От себя тяну разрешается? Вот если вдруг актёр там что-то симпровизировал или сразу по рукам? Ну, от себя тяну в чистом виде как бы никто не говорит. Бывает, что кто-то, наверное... Бывает, что кто-то что-то забывает, и надо как-то выкручиваться. Это называется импровизация, Олег, а не от себя тяну. От себя тяну поскорбительно. Это импровизация, это актёры. Ну, импровизацию это сложно назвать. Но в каком-то смысле такая какая-то спасительная импровизация начинается. Но чаще всего проблемы связаны с техническим проведением спектакля. Потому что, скажем, какие-то проблемы в постановочной части. Свет, звук. Поверьте, там очень много таких вот технологических узлов, которые требуют постоянного контроля. И вообще проведение спектакля – это целый большой, сложный многоэтажный процесс. Это только вот кажется, что вышло два человека, сказали что-то наизусть и разошлись. Работает целая команда, человек сорок, которые там, а на сцене там пятеро, которые обеспечивают звукооператор, звукорежиссёр, видеорежиссёр, художник по свету, заведующий постановочной частью, реквизит, костюмеры, шумовики. В общем, гримеры – это целый, 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 это целый организм достаточно сложный. Буквально пару минут осталось. Хотел что-нибудь спросить. Спелунин акц. Вот вы довольны тем, что… Ночлицидеев, да. Ночлицидеев. Вы довольны как представлен всё-таки ваш театр в театральном Оскаре латвийском? Ну, всё, что касается театральных премий, мой вывод заключается в том, что объективности тут особенно не жди никогда. Что касается… Ну, да, вот этот вот разговор как бы был. Вы знаете, я сейчас… Я как-то не очень пока хочу во всё это погружаться. Я хочу сделать так, чтобы в репертуаре театра русской драмы появились спектакли, которые, скажу так, фиг обойдёшь. Вот если это получится, я думаю, что эта тема будет просто закрыта. Если будут продолжать как бы игнорировать и обходить, хотя я ещё раз говорю, я не даю оценки, я сейчас только лишь опираюсь на мнение людей, которые как бы в теме. Ну, в конце концов, наша задача делать хороший театр. Всё остальное. А вот шла рекламная пауза, вы сказали, о, наш там голос. Вот актёры, как вы относитесь к тому, что актёры там участвуют в записи рекламы, какие-то вот такие вещи? Отпускайте ли актёров на съёмки в сериалах, например? Ну, всем же надо кушать и деньги зарабатывать. Но когда ко мне подходит там кто-то из актёров, из молодых, из среднего поколения, говорят, что… Сергей Анатольевич, ну, отпустите, на два дня там пробыли. Ну, разумеется, я стараюсь к этому относиться философски, прошу там бумажку только напишите, чтобы… И мы вместе там выверяем как-то графики, смогу ли я без них обойтись. Нет, конечно, если ко мне подходит актёр там накануне премьеры, утром там, не знаю, фотопрогон или… Вы знаете, я сегодня не буду, я говорю, как, извините, это не… Тогда бывают криминальные вещи. Ну, в русской драме этого не было. Вот, ну, тогда, конечно, нет. Но надо сказать, что умные актёры, которые понимают, где можно отпроситься, а где нельзя отпроситься, когда они понимают, что вот тут отпроситься бессмысленно, они не подходят. А когда, например, месяц-полтора или там есть возможность как-то… Ну, мы вместе смотрим и говорим, ну, хорошо, ладно, давай только вот там, чтобы 20-го как штык в 11. Да-да-да, конечно, конечно. Поэтому так вот. У нас в эфире был художественный руководитель Рижского русского театра имени Чехова Сергей Голомазов. Мы наш интервью, к сожалению, заканчиваем, потому что… Огромное удовольствие получаем. Да, вообще о том, что происходит в театре, всегда слушать ужасно интересно. Мы наш эфир заканчиваем, но, конечно же, в целом эфир продолжается. Да, ещё у нас будет много гостей. Следите, смотрите за расписанием на сайте MixNews.lv. Ну, и, конечно, посещайте, ходите в театр. Рижский русский театр имени Михаила Чехова. Много премьер ожидается. Ну, и вот самое ближайшее – это мюзикл… Концерт. Ну, концерт его назван. Да, какого числа он? 13-го. 13-го. 13-го декабря, вот уже совсем чуть-чуть. Милости просим. Спасибо вам большое. Спасибо вам.